День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Постигая высокое, в России стартовал культурный проект «Пушкинская карта». Отличники боевой подготовки в Рязанской области подводят итоги армейских международных игр. «Боровичок здоровья» в Скопине на базе одного из детских садов открыли группу для малышей с ограниченными возможностями. С 1 сентября, как и обещал президент России, на всей территории страны стартовал проект «Пушкинская карта». Новые возможности для культурного обогащения студентов – это посещение музеев, выставок, театров и библиотек. До конца этого года номинал «Пушкинской карты» составит 3 тысячи рублей, а уже со следующего 5 тысяч. На что можно потратить эти деньги, а на что нельзя? Министр культуры Рязанской области рассказал сегодня журналистам. Герман Гущин выяснил об этой карте все. Проект «Пушкинская карта» стартовал в России с 1 сентября. Теперь любой школьник или студент в возрасте от 14 до 22 лет получит возможность посещать театры и музеи за счет государства. Номинал такой карты – 3 тысячи рублей. Пополнять ее государство будет каждый год. Как пояснил министр культуры Рязанской области Виталий Попов, пока что цирки и кинотеатры не входят в этот проект. Зато карта будет действовать не только дома, но и в других регионах. Молодые люди могут выбрать для себя события в любой точке нашей страны. Главное, чтобы учреждение было участником программы. В Рязанской области на первом этапе к программе «Пушкинская карта» подключились 8 учреждений. Это наши 4 государственных театра. Театр драмы, театр кукол, театр юного зрителя, музыкальный театр. Это областная филармония. Это наши музеи, художественный музей Мини, Пожалуйста, и музей-заповедник Сергея Александровича Есенина, и муниципальный культурный центр города Рязани. Функциональность карты будет ограничена исключительно сферой культуры. То есть расплатиться ею, например, в продуктовом магазине, понятное дело, не получится. Как и самостоятельно управлять счетом, снимать наличные и пополнять. По словам Виталия Попова, нынешние 3000 на культурное обогащение будут доступны до конца 2021 года. У тех, кто их не потратит, сумма, что называется, сгорит. Но уже со следующего года карта пополнится снова на 5000 рублей. Эти деньги можно будет использовать на протяжении всего года. В рязанских учреждениях культуры к проекту «Пушкинская карта», кстати, готовится основательно. Тщательно выбирают репертуар, чтобы порадовать зрителя. Так как театр начинает, в принципе, работать примерно с октября, но у нас мероприятия уже идут в сентябре, я скажу об афише на сентябрь. Два мероприятия в сентябре у нас входят в программу «Пушкинская карта». Это прям буквально 8 сентября на нашей сцене будет гастролировать со спектаклем «Юконский ворум» «Пензенский тюз». Мы приглашаем наших юных зрителей и не очень юных зрителей, да и молодежь на этот спектакль. И господа Головлёва 24 сентября, тоже спектакль попал в программу «Пушкинская карта», то есть вот на сентябрь такая афиша. Стать участником программы просто. Нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», установить себе на телефон приложение «Госуслуги.культура», которое уже доступно для скачивания на всех маркетплейсах. И там оформить виртуальную карту. Также «Пушкинскую карту» можно оформить через деление почтобанка. Важно! Карта оформляется только тем гражданам, кому уже есть 14 лет и еще нет 22. Все билеты именные, так что передать или перепродать их не получится. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сборная команда России стала победителем конкурса «Тактический стрелок». На территории учебного центра «Сельц» Рязанского воздушно-десантного училища прошел заключительный этап – дуэль. В Рязанской области, напомню, проходят три этапа состязаний по боевой выучке, помимо «Тактического стрелка», это еще «Десантный взвод» и «Авиадартс», где уже тоже есть предварительные результаты. Команда готова! Готова! Внимание! Дорожок! Упражнение «Дуэль» – заключительный этап конкурса «Тактический стрелок». Здесь уже важны индивидуальные скиллы каждого бойца. Время и точность – главный, определяющий успеха. Все условия приближены к боевым, поэтому для каждого стрелка это не тренировка, а по сути битва за выживание. Армейская тактическая стрельба является составной частью огневой подготовки и тактической подготовки. Здесь все учитывается, все идет синхронизировано. И, естественно, действия на поле боя, они несут за собой соответствующую цель. Цель – достижение победы. При этом нужно остаться живым. По итогам соревнований в международном конкурсе «Тактический стрелок» команда России одержала уверенную победу. Второе место заняли военнослужащие из Китайской Народной Республики, третье – бойцы Казахстана. Но это только на первый взгляд кажется, будто наши парни выиграли легко. На самом деле уровень стрелков из других стран был серьезным. Очень импонирует, что многие страны подготовились. Хочу отметить и Казахстан, и Китай, и Вьетнам с точки зрения подготовки. Поэтому они тоже создают такую хорошую конкуренцию и дают нам стимул для дальнейшей подготовки. Да, мы пока идем впереди, уверенность есть в этом. Но вместе с тем мы знаем, что нам дышат, как говорится, затылок. Не с точки зрения погони, а с точки зрения, что мы друг друга учимся и берем хорошие. И результат, он будет хороший. Свои образцы для подражания были и на «Авиадарте». Российские летчики выиграли 5 из 7 номинаций. В общекомандном зачете мы первые. Но вот в двух остальных конкурсах первенства истребителей и военно-транспортной авиации лидировали наши восточные партнеры. Новинки китайского военпрома все-таки показали себя с лучшей стороны. G10 и Ян-9 вывели КНР на второе место. Третья республика Беларусь. Но и здесь парни старались, собрав серебро практически во всех номинациях. Церемония закрытия конкурса и награждения победителей пройдет на аэродроме Дягилева 4 сентября. Кубок конкурса «Авиадартс» вручат капитану команды, победившей в соревнованиях. Мы с вами уже знаем, какой. Максим Васильев, телекомпания «Город». День знаний 1 сентября стал важным событием не только для первоклассников. Курсанта Фризанского училища ВДВ с началом нового учебного года лично поздравил заместитель министра обороны России Инус Бекиев-Куров. «Пусть учеба поможет вам правильно идти по жизненному пути, а полученные знания станут крепким фундаментом в освоении профессии защиты Родины». Напутствовал он первокурсников, а их в этом году набрали более 550 человек. На экскурсии заместители министра обороны представили новый аппаратно-программный комплекс виртуальной реальности для тактической и огневой подготовки «Хамелеон». А вот руководство управления Росгвардии Паризанской области поздравляло с днем знаний воспитников своего подшефного класса в школе номер 38. На торжественном построении школьники, как и в прошлом году, произносили клятву кадета и пообещали хорошо учиться и активно участвовать в школьных мероприятиях. Гордость внести высокое звание кадета. Клянусь! Хорошо учиться и активно участвовать в школьных мероприятиях – незыблемая аксиома для каждого ученика. Но с 6-го Б спрос особый. Эти ребята – единственный кадетский класс на базе школы номер 38. Да еще и шеф у них солидный – управление Росгвардии Паризанской области. Хотим мы ребят научить АЗАМ безопасности жизнедеятельности, АЗАМ строевой подготовки, медицинской подготовки. Хотим ребят ознакомить с вооружением и техникой, которые стоят и применяются Росгвардии в настоящий современный период. Ну, планов много. Мы знакомим ребят с действием наших спецподразделений. Учим рукопашному бою. Ребята наиболее усиленно занимаются физической подготовкой. Планов много. Я надеюсь, мы их в этом году обязательно реализуем. У руководства управления Росгвардии Паризанской области внимание к этим ребятам пристальное. После продолжительных летних каникул представители силовой структуры встретились с подшефными впервые. Но встречи эти теперь будут регулярными. Я хочу сказать, что сотрудничество с Росгвардией дает нам возможность на более высокий уровень поставить патриотическое воспитание в школе. И это очень ценно. Впереди юных кадетов ждет насыщенный и плодотворный учебный год. Особое внимание к совершенствованию физподготовки. От занятий военно-прикладными видами спорта и строевой этим ребятам уже не увильнуть. Кроме того, их впервые будут обучать топографии и спортивному ориентированию. А чтобы скрасить зубрежку объемного информативного блока практикой, школьников привлекут к участию в полевых выходах и конкурсах строя и песни. Ангелина Никитина, телекомпания «Город». Свой праздник и в Скопинском детском саду «Боровичок». Здесь открыли группу для детей с ограниченными возможностями. По госпрограмме «Социальная защита и поддержка населения Рязанской области». Материал наших коллег из Скопина о телекомпании «Верда». Теперь в детском садике «Боровичок» появилась группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ее торжественное открытие прошло в понедельник 30 августа с участием представителей муниципальной власти, главы администрации Скопина Олега Сеева, а также депутатского корпуса под руководством председателя городской думы Владимира Строганова. В 2020 году дошкольному учреждению удалось вступить в государственную программу «Социальная защита и поддержка населения Рязанской области». В рамках подпрограммы «Доступная среда» коллектив детского сада совместно со специалистами управления образования провели большую работу по благоустройству дошкольного учреждения. Развивающих игр здесь очень много в нашем детском саду. Например, такие популярные игры, как бизиборд, представлены в нашем саду в нескольких видах. Это настенные панели, это стол-бизиборд, это домик-бизиборд. Там собрано все самое интересное для детей, все, что дети любят. Также очень интересный у нас театр в детском саду. Это большие такие модули, которые хранятся в домике. Дети будут использовать его для театральных постановок, для сюжетно-ролевых игр. Также это многофункциональное пособие. Его можно использовать и, например, на физкультурных занятиях. В рамках государственной программы на обустройство группы для детей с ограниченными возможностями здоровья потрачено порядка 1 миллиона 716 тысяч рублей. Эти средства выделены с федерального, регионального и муниципального бюджетов. Финансирование было направлено на создание универсальной безбарьерной среды, а также на приобретение специализированного оборудования для комфортного пребывания детей, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, речи, слуха и задержки психического развития. Помимо программных средств, из муниципального бюджета было выделено 640 тысяч рублей. На обустройство теплого пола, замена оконных блоков и ремонт помещения. В стороне не остались и сами родители. Они с большим удовольствием приняли участие в софинансировании для реализации доброго дела. Теперь новая группа готова принять своих дошколят 1 сентября. Родители, конечно, относятся положительно к этому, потому что хорошее оборудование, замечательные специалисты будут работать в группе. Также у деток, получается, будет общение между собой, с другими детьми. Я считаю, что это способствует тому привлечению детей в детский сад, чтобы дети не сидели дома, конечно, посещали такие замечательные группы. Группа будет комбинированной направленности. Здесь будут развиваться так, как дети с ОВЗ и дети с обычным развитием. А максимальная наполняемость – это 12 человек. Олевтина Быкова, Дмитрий Васильченко. Городские новости. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова